Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите… Болеем за наших! Рязанские спортсмены выступят на чемпионате мира по дзюдо и первенстве мира по тэквондо. Даешь больше детско-юношеских турниров. В Рязани завершились футбольные соревнования, на которых победили москвичи. На чемпионате мира по дзюдо выступят три представителя Рязанской области. Состав сборной России на соревнования, которые пройдут с 24 по 30 августа в Астане, опубликовала Национальная федерация в субботу 15 августа. В него вошли Михаил Пуляев, Иван Нифонтов и Уали Куржев. Пожелаем нашим спортсменам победы, а заодно вспомним о недавнем триумфе российской сборной. Два рязанских дзюдоиста Иван Нифонтов и Михаил Пуляев стали призерами первых европейских игр, которые прошли в Баку с 12 по 28 июня. Оба завоевали медали в личном турнире. Лидер российской сборной весовой категории до 81 килограмма Иван Нифонтов стал серебряным призером. В финальном поединке он наступил грузинскому борцу Автандилу Мцрикишвили. А Михаил Пуляев в весовой категории до 66 килограммов стал третьим. В форме, в принципе, я считаю, подошел в оптимальный. До встречи за выход в финал достаточно уверенно все схватки провел. Но за выход в финал с неудобным французом, прошлогодним чемпионом Европы, получилось, что пропустил оценку и дальше уже отыграть ее сам не смог. За бронзу медаль собрался, там тоже был непростой соперник, азербайджанец, понятно, при бешеной поддержке трибун, но все-таки собрался и уверенно выиграл. Но помимо личных выступлений Михаил участвовал еще и в командных соревнованиях, которые одновременно являлись и командным чемпионатом Европы. Там наши дзюдоисты завоевали бронзу. Любой старт, где ты вошел в число призеров, это уже успешно. Понятно, что ребята не совсем удовлетворены таким результатом, потому что каждый спортсмен, каждый солдат мечтает стать генералом, да, каждый спортсмен мечтает быть первым. Все-таки завоевать первое место, это, конечно, за этим и едут на соревнования. Но я считаю, ребята вошли в число призеров, и это, я считаю, что это очень успешно. Рязанские дзюдоисты после турнира признались, что подошли к турниру не в самой хорошей спортивной форме, так как готовились к апрельскому чемпионату Европы. Но из-за проблем со спонсором чемпионат перенесли на июнь в рамке проведения первых европейских игр. В течение всего года тяжело быть на всех соревнованиях на одном и том же, где-то приходится, да, Ваня был не в лучшей форме, но по характеру у него это очень хорошее чувство, что он очень сильный боец. И, ну да, смотрелось не очень, но вышел в финал достаточно уверенно, но в финале, конечно, немножко не хватило, а грузин был готов получше. Рокировка у нас должен был быть чемпионат Европы-Великобритании, да, ну, в апреле месяце. Его перенесли на, получилось на, сколько, полтора-два месяца. Да, ребята, в общем-то, пик формы какой-то уже прошел, вот, и они были не в самых, не в самых лучших своих физических кондициях, да, но, тем не менее, вот они завоевали и подтвердили, подтвердили звание того, что они все-таки мастера очень высокого уровня. Сейчас рязанским дзюдоистам Ивану Нифонтову и Михаилу Пуляеву предстоит пройти два сбора, чтобы достойно выступить в августе на главном старте сезона – чемпионате мира, который пройдет в Казахстане. А накануне юные российские спортсмены отправились на первенство мира по тэквондо, которое пройдет в Южной Корее с 22 по 27 августа. При этом тренировочный сбор перед престижнейшим турниром состоялся на базе спорткомплекса «Витязь». Это в селе Поляны. Тренировки сильнейших российских тэквондистов в 12-14 лет предваряли первенство мира, которое состоится в Южной Корее. Руководил сборами старший тренер юношеской сборной – рязанец Сергей Касьяненко. Кстати, впервые юношеская сборная тренировалась в Полянах в начале лета. Тогда сборы проходили накануне 6-го первенства Европы среди кадетов, которое прошло с 1 по 5 июля во французском Страсбурге. По его результатам россияне победили в общекомандном зачете с четырьмя золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями. В командном зачете среди юношей сборная России заняла в Страсбурге первое место, среди девушек – третье, в итоге став лучшей среди 39 стран-участниц соревнований. Отметим, что по сравнению с июльским первенством Европы состав сборной России претерпел некоторые изменения. Было сделано пять замен. В частности, на чемпионат мира в Южную Корею поехал рязанец спортсмен с дюшор Юпитер Владислав Кулаков, который на первом сборе входил в резерв российской команды. На данный момент юношеская сборная России по тэквондо считается сильнейшей в Европе. Тэквондо – корейское боевое искусство, обычно переводится как путь руки и ноги, но некоторые переводят как искусство ударов ногами и руками. Популярность тэквондо в последнее время на результат эволюции боевых искусств. Оно сочетает в себя приемы боя, самозащиту, спорт, упражнения, медитацию и философию. В современном тэквондо упор делается на контроле противника и самозащите. Искусство же в целом акцентирует внимание на ударах ногами с подвижной стойки, используя большую силу и большую досягаемость по отношению к руке. Техника тэквондо включает систему блоков ударов ногами, руками и открытой ладонью подсечек и фиксирование суставов. Россия! 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 Унификация различных форм тэквондо произошла в 1950-х годах, когда благодаря стандартизации правил появилось возможность создать полноконтактное спортивное боевое искусство. Применение правил, которые позволили вести безостановочный бой, введение защитной экипировки и перемены в различных приемах способствовали созданию отдельного и самобытного стиля. АПЛОДИСМЕНТЫ! Тэквондо давно пользуется огромной популярностью во многих странах мира. В России статус официального этот вид спорта получил в 1992 году. За прошедшее с этого момента время наши спортсмены успели удачно выступить на многих мировых и европейских чемпионатах, кубковых соревнованиях, неоднократно становились их победителями и призерами. В Рязани тэквондо начало развиваться чуть более 10 лет назад. И за это время на рязанские спортсмены добились значительного прогресса. Несмотря на то, что единоборства все же считаются мужским видом спорта, ведь представительницы женского пола по природе свои слабее в плане физических способностей, потребность девушек в обучении тэквондо растет день ото дня. Наверное, это объясняется желанием всегда уметь постоять за себя. На данный момент за последние два года у нас большой набор именно девочек пошел приток. Это очень радует, потому что женское тэквондо очень сильно развивается в мире. И сейчас у нас где-то баланс в группах 65-70% ребята и 30% девушки. Раньше было 90 и 10. И достаточно хорошая женская сборная у нас. Сейчас есть малыш, вот Александр у нас взяла бронзу, Зайцева, Татьяна, Зарецкая, Алена, такие спортсмены. И очень много маленьких девочек. Ну, вид спорта ударный, не портит фигуру. Наоборот, девушки становятся стройные, сильные, ну, как бы тонус хороший. Тэквондо набирает популярность на глазах. Все больше и большее количество людей привлекает этот вид спорта. И теперь даже не так-то и просто попасть в спортивную секцию. На всех желающих просто не хватает квалифицированных тренеров. Кого попало с детьми, не подставишь. Поэтому кадров, конечно, у нас не хватает. Но я думаю, что мы сейчас прошли демографическую яму детей 97-98 год рождения, которого сейчас юноши, девушки. У нас их просто не хватало. А сейчас большой поток растет 99-2000. Я думаю, что где-то через 3-4 года у нас будет хороший тренерский молодой персонал, которым мы значительно расширим набор секций. Сейчас у нас, ну, бывает, честно говоря, определенный дефицит мест свободных. То есть запись идет заранее с весны на осень. Традиционно тэквондо начинают заниматься с первого класса. Но даже если школа давно позади, нет ничего невозможного. По словам старшего тренера юношеской сборной России Сергея Касьяненко, начать заниматься никогда не поздно. А теперь о футболе. На этой неделе в Рязани завершился детско-юношеский турнир Кубок Автоимпорта. Эти соревнования по футболу умно остаются, пожалуй, единственными, на которые приезжают команды из других регионов. Детский футбольный турнир Кубок Автоимпорта уже стал традиционным, ведь он прошел в шестой раз подряд. В нынешнем розыгрыше приняли участие команды из Рязани и Подмосковья. Уже шестой год группа компании Автоимпорт поддерживает детский футбольный турнир. Началось все с локального состязания. Теперь выросло до межобластных масштабов. Все больше и больше команд с каждым годом играет. И постепенно с названия просто детский футбольный турнир все это стало называться Кубком Автоимпорта. Мы с удовольствием поддерживаем детский футбол. В финале Кубка сошлись давние соперники. Юные футболисты-чемпионы Московской области прошлого сезона команда Ивантеевки и прошлогодний обладатель Кубка Московской области ребята из Дмитрова. Борьба на газоне спорткомплекса «Золотых куполов» получилась весьма упорной. Основное время не выявило победителя. А по пенальти со счетом 6-5 Кубок Автоимпорта завоевали дмитровские футболисты. На турнире, кстати, были и четыре рязанские команды. Две от «Золотых куполов», одна от спортшколы «Олимпийц» и еще одна победитель турнира «Кожный мяч» из Александра Дневского района области. К сожалению, рязанские футболисты не смогли оказать достойного сопротивления сверстникам из Подмосковья. И по итогам розыгрыша остались вне призовых мест. Почему развит в Подмосковье футбол? В Подмосковье уже на протяжении нескольких десятков лет проводится четко спланированное, четко спланированное, очень организованное, хорошее первенство области московской. Вот такие команды, как здесь сейчас участвуют, в этом первенстве участвует не менее 10. Не менее 10. Всего участвует до 50 команд. В наше первенство области учреждено было только в прошлом году, первый раз. Наша команда стала чемпионом области, сыграв всего 5 игр на первенство области. Всего. И мы стали чемпионами области. Вот разница. Нам, рязанскому футболу, не хватает таких турниров, такой организации. Это на первом месте. В этом году правительство Рязанской области пошло навстречу футболу. И учаедило очередное первенство области, второе по счету. Вот с нетерпением ждем, чтобы участвовать в этих соревнованиях. На данный момент всего 5 клубов в городе Рязани, куда дети могут прийти. Из них золотые купола олимпиец. Олимпиец пользуется федеральной программой, выезжает в первенство России и так далее. Золотые купола не участвуют ни в одном турнире. На первенство города мы играем среди 5 команд, 3 из которых явно слабее по уровню. То есть дети, да, желающие есть, но нужно развивать структуру, нужно поднимать за счет того, чтобы проводить такие соревнования. Сейчас детские тренеры сетуют на недостаточную организацию рязанского футбола. Принцип, как говорят специалисты, массовость в спортшколах имеется. Да и ребята перспективные приходят. Однако турниров для юных футболистов мало, а они очень нужны. Насчет профессиональной команды Рязани. Вы можете сейчас посмотреть в интернете или еще количество игроков, которые регулярно выходят в основном в составе рязанской команды. За последние 10 лет это 1-2 воспитанника. 1-2 из 13-14, которые постоянно находятся в обойме. Вот как бы ответ на этот вопрос. А поднимать это нужно отсюда. Будут такие турниры. Вот вам показатель. Вот еще 3-4 турнира по всем возрастам. Не так, как вот у нас это. Один турнир. И будет развитие рязанского футбола. На Кубке Автоимпорта участникам турнира были вручены, кроме традиционных медалей и дипломов, призы в номинации. Лучший игрок встречи и самый полезный игрок. И на сегодня на этом все. Будьте спортивными и здоровыми. И пусть всегда у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА